Сейчас родители в ужасном состоянии. Девочка, ай, мама у девочки трубку не берет. Разговаривать пока ни с кем не хочет. В шоком состоянии, естественно. Состояние родителей можно понять. Смерть собственного ребенка пережить очень тяжело. Рассказать о произошедшем смогла только подруга семьи погибшей девочки. 26 числа ребенка стало тошнить, плохо стало. Повезли в инфекционную больницу. В инфекционной больнице сказали, что если хуже станет, на следующий день привозите ребенка обратно. На следующий день, соответственно, ребенку еще хуже стало. Ребенок начал плакать. Когда ребенка начали одевать, ребенок просто отключился. Соответственно, ее уже сразу повезли в реанимацию. Три дня комы врачи поставили страшный диагноз – энцефалит. Проще говоря, воспаление мозга. Сегодня в пять утра малышке не стало. Маленькой Яне было всего один год. Родные и близкие до последнего боролись за жизнь ребенка. Писали во все инстанции в Министерство здравоохранения. Даже пытались выйти на президента Татарстана. Всеми способами хотели перевезти девочку в Казань. Мы в любом случае и так, и так просили, чтобы отправили ребенка в Казань. Так, как ребенок пока еще был живой, какой-то шанс был. Нижнекамские врачи, в свою очередь, поясняют – делали все, что было в их силах. Они всегда были на связи с Казанью. Действия обговаривались со столичными коллегами и приняли коллегиальное решение – транспортировать пока нельзя. При подходном разговоре с ДРКБ вопрос начал подниматься о возможности перевода в детско-республиканскую клиническую больницу. Но в связи с тем, что состояние девушки прогрессивно ухудшалось, ей было небольшое опасение о том, что принесет она транспортировку. Оказалось, что родители обратились сначала в инфекционную больницу с другой проблемой. Они подумали, что ребенок проглотил инородное тело. Отсюда и рвота. Маленькую Яну отправили на рентген. Вот где было потеряно драгоценное время. Энцефалит может подхватить любой. Заболевание передается воздушно-капельным путем. Развивается очень быстро. Тем более в теле маленького ребенка. После трагедии детскую Нижнекамскую больницу ждет большая проверка. Внутреннее со стороны Министерства здравоохранения. Также все документы передадут в Следственный комитет. Только после всех расследований можно будет сделать какие-либо выводы. Алсу Арсланова, Максим Липин. Новости НТР. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова